Пустые залы, тишина и книжная пыль в прошлом. Современная библиотека – центр общения, объединивший книги и компьютерные технологии. Русскую классику нужно читать только в книжном варианте и лучше в библиотеке, где особенная аура, считает 11-классница Александра Скоробогатова. Приятнее в руках держать книгу, намного приятнее. И вот это вот ощущение, какой-то центр знаний. Здесь находиться, ну, прям радостно, и чувствуется атмосфера науки, новых знаний. Восьмой филиал городской библиотечной системы в этом году празднует 55-летие. В дом на улице Николая Панова библиотека переехала больше 20 лет назад. В прошлом году здесь начали масштабный ремонт. Обновили буквально все – от инженерных коммуникаций и фасада до внутренней отделки. Установили кондиционеры, невзгораемые стеллажи. Полторы тысячи новых книг пополнили фонды библиотеки. На торжественном открытии даже в просторных залах было тесновато. Пришли и постоянные читатели, и новички. С книголюбами Октябрьского района встретился глава администрации Самары Олег Фурсов. В этом году Самара названа библиотечной столицей России. Год литературы в России. Для нас это очень почетно, очень престижно. Мы со своей стороны стараемся поддерживать этот статус. Более 40 миллионов рублей выделено на ремонт библиотеки в этом году. Ребята, приходя в библиотеку, должны с российской культурой, с самарской культурой знакомиться как можно глубже. Для этого все возможности вот в таких комплексах в настоящий момент созданы. А 14 и старше занятия и чтение по душе предусмотрены для самых разных возрастных категорий. В конференц-зале первая встреча с писателем Дмитрием Агалаковым. Такие литературные гостиные будут проводить постоянно в перспективе телемосты с европейскими библиотеками. Старшеклассники над чем-то спорят в компьютерном зале. Есть шикарный медиалаб, то есть это оборудованные места компьютерные, где можно реализовывать, писать свои проекты, делать разнообразную работу, да все что угодно. Есть информационно-правовое бюро. Есть и непрофильные направления. В кабинете творчества рукодельницы устроили мастер-классы. Для старшего поколения библиотека – место для душевного общения. Такой современный центр в Самаре не единственный. Еще один открыт в железнодорожном районе. Ведется реконструкция Самарской публичной библиотеки. Продолжится и обновление филиалов. Как показывает статистика, даже в компьютерный век библиотеки остаются востребованными. А такие современные набирают популярность. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.